Живописные берега Юрманского залива приведут в порядок. Также планируется очистить дно Волги от Илы и остальных отложений. Проектно-сметная документация разрабатывается. В 2022-м работы развернут на трёх километрах береговой линии. Грунт и песок, которые поднимут со дна, сначала проверят в лаборатории, определят класс опасности. Дальнейшую судьбу подводных богатств решат позже. Ил пойдёт либо на удобрение собственности Чердоклинского района, либо его утилизируют на полигоне. Если же на дне найдут песок, то он пригодится в дорожном хозяйстве. В течение года должно быть закончено. Надеемся, что раньше приложим все усилия. Будем быстрее, быстрее, быстрее. В этом году мы должны в октябре месяце завершить полностью весь комплекс работ по проектированию и пройти экспертизу проектно-сметной документации и государственной смертной документации. На берегу Юрманского залива расположены дачные участки, турбазы и детские лагеря. В солнечные дни многие отдыхающие хотят выйти к воде и искупаться. Но из-за разросшегося камыша подойти к воде невозможно. Садоводы хотят поливать растения чистой водой. Местные дачники долго ждали экологических перемен. Это озеро не чистилось никогда. Садовое товарищество организовывалось с 1978 года ввиду авиационного завода. Выделялась земля. И вот с этих пор, с 1978 года, никто не производил очистку озера. Лет 5-6 назад я обращался с этим в экологию и везде. Вроде какие-то понимания были. И в этом году пришли к какому-то мнению, что нужно чистить озеро. Наводить порядок в Юрманском заливе будут на средства федерального центра. Работы выделят 61 миллион рублей. Ульяновская область вошла в проект по сохранению уникальных водных объектов на территории Российской Федерации. Виктория Черкова, Герман Баранов, Управда ТВ.